Привет! Меня зовут Сергей и в этом видеоуроке мы с вами сплетём героя из очень популярной сегодня игры Minecraft. Я надеюсь, вы любите и играете в неё. И этот герой, которого мы будем плести, это зомби. Я надеюсь, вы такого в игре встречали и также встретите его и сегодня в моём уроке. Поехали! ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! Зелёный цвет для штанов и зелёный цвет для головы и рук. Начнём плетение мы с вами с создания рук, которые чуть позже прикрепим к телу. Для этого сначала возьмём голубые резинки, две штучки, и в процессе плетения этого зомби мы будем практически всегда накидывать по две резинки. Начинаем накидывать часть, которая относится к футболке, вот эту часть, а далее будем накидывать резинки непосредственно руки. Голубых нам нужно накинуть три пары. Одна пара, вторая пара и третья пара. Теперь будем накидывать резинки непосредственно самой руки, тоже по две штучки. Один, далее накидываем вторую пару. А теперь я предлагаю накинуть не две, а три резинки, чтобы у нас получилось некое подобие кулака. Ну, на кулак, конечно, это не будет похоже, но всё-таки какое-то небольшое утолщение на конце руки будет. И сюда нам нужно теперь накинуть одинарную резинку и накрутить её четыре оборота. Один оборот есть, второй оборот, третий оборот и четвёртый оборот накручиваем. Чуть рядом нам нужно накинуть резинки точно таким же способом. Сначала две штучки голубых, потом ещё две штучки голубых, наконец, последний раз две штучки голубых. Теперь накидываем зелёный и это мы с вами накидываем резинки для второй руки. Пара, ещё пара и, наконец, три резинки вместо пары, чтобы у нас на конце руки было утолщение. Берём теперь одну резинку и накручиваем её на последний столбик три оборота. Один оборот накинули, второй оборот накрутили, третий оборот накрутили и четвёртый оборот накрутили. Ну, а теперь давайте плести. Плетение очень простое. Мы с вами заводим крючок внутрь последнего столбика, изнутри захватываем пару резинок, точнее здесь их три, а не пара, и накидываем вперёд. Далее пару изнутри захватываем, накидываем вперёд, опять пара изнутри вперёд. Синие резиночки теперь пошли, пара вперёд, пара вперёд и пара вперёд. Со второй рукой поступаем точно так же. Также изнутри захватываем тройку, накидываем её на впереди идущий столбик и таким образом плетём руку до конца этого ряда. Предпоследняя и, наконец, последняя пара резинок. И руки у нас готовы. Теперь приготовьте какой-нибудь крючок, если у вас такой маленький есть. Если нет, возьмите зубочистку или ручку, карандаш и вставьте этот крючок внутрь последнего столбика, чтобы он проходил через все резинки. Мы с вами сейчас эту руку снимем, придерживаем резинки на крючке, чтобы они нечаянно отсюда не слетели. Одну руку сняли. Вот такая она у нас получилась. И вторую руку снимаем точно таким же образом. Засовываем крючок внутрь столбика, придерживаем пальцем все резиночки на этом крючке и снимаем со станка. Две руки у нас есть, они понадобятся нам чуть позже, поэтому откладываем их в сторону. Теперь будем накидывать на наш станок резинки для тела. Начинаем с головы и накидываем постепенно, доходя до ног. Голова у нас салатового цвета, поэтому мы берем резинки салатового цвета, но у нас еще сначала волосы идут. Поэтому давайте сначала волосы и накинем. Берем две резиночки, накидываем с первого на второй столбик правого ряда, берем еще две, накидываем с первого на второй центрального ряда и берем еще две и накидываем с первого на второй столбик левого ряда. А вот теперь можно уже перейти и к самой голове. Для этого на каждом ряду нам нужно накинуть три пары салатовых резинок. Начнем с правого ряда. Одна пара, вторая пара и третья пара. По центральному ряду поехали. Берем две резиночки, одна пара. Берем еще пару далее. И берем, наконец, третью пару и накидываем. Готово. Теперь по левому ряду точно так же накидываем. Одна пара, далее вторая и, наконец, третья пара. Голова, в общем-то, у нас готова. Глаза мы с вами накинем чуть позже, а сейчас продолжим накидывание для футболки и штанов. Футболка у нас голубого цвета и поэтому я беру парами резинки голубого цвета. Нам нужно, смотрите, как их накинуть. На левом ряду накинуть три пары, на центральном ряду накинуть тоже три пары, а на правом ряду накинуть четыре пары. Потому что в самой игре у этого зомби рубашка как бы немножко выступает из штанов и поэтому здесь получается больше резинок на одном из рядов. Итак, мы с вами договорились, что на левом ряду накидываем три пары. Одна пара, вторая пара и третья пара. По центру тоже накидываем три пары. Одна пара, вторая пара, третья пара и четвертая пара. Одна пара, вторая пара, третья пара и четвертая пара. Таким образом у нас штаны будут немножко вылезать, рубашка из штанов немножко вылезать. И теперь нам нужно по левому и по правому ряду накинуть резинки для штанов. Штаны у нас будут синего цвета, я беру их тоже парами эти резинки и давайте с правого ряда начнем накидывать до самого низа этого станка. Один раз накидываем, второй раз пару накидываем, третий раз и наконец четвертый раз тоже накидываем пару. По левому ряду поступаем точно так же. Накидываем пару, накидываем чуть ниже еще пару, далее накидываем еще пару. Предпоследний раз и последний раз. Готово. По центру у нас шорты получаются сверху. Ну, начало штанов такое. И поэтому нам нужно накинуть две пары синих резинок, чтобы после футболки шли хоть немножко штаны. Берем две резиночки, накидываем раз и берем еще две резиночки, накидываем два. Теперь давайте сделаем ботинки. Ботинки делаются следующим образом. Берем одну резинку черного цвета и накручиваем ее на крючке 4 оборота. Один есть оборот, второй оборот, третий оборот и четвертый оборот накинули. Берем теперь еще одну, даже не одну, а две резинки черного цвета, накидываем их на крючок и вот эти четыре оборота, которые мы только что накрутили, нам нужно скинуть на две резинки, которые мы придерживаем пальцем. Вторую часть возвращаем на крючок и у нас получился ботинок. Этот ботинок нам нужно накинуть на самый последний столбик левого ряда, натягиваем все резиночки, их четыре штучки получилось, и накидываем один ботинок. Второй справа нам нужно сделать точно так же. Берем одну резинку, накручиваем один, два, три, четыре оборота на крючке. Теперь берем пару черных резинок, я придерживаю вот так мизинцем, другую часть накидываю на крючок и большим и указательным пальцем придерживаю сам крючок. Мне кажется, так более всего удобно получается. И вторую часть этой резинки возвращаем на крючок, второй ботинок готов. Давайте его тоже накинем на самый последний столбик правого ряда. Отлично. Теперь давайте разбираться с глазами. Глаза у нас делаются так. Берем сначала одну резинку, накручиваем ее четыре оборота. Мы уже с вами потренировались сейчас это делать. Берем еще одну резинку и тоже накручиваем на крючке четыре оборота. Глаза у этого зомби довольно большие. В обычных фигурках мы с вами используем для каждого глаза одну резинку, закрученную четыре оборота. В этом случае для больших глаз мы будем для одного глаза использовать две резинки. Вот таким образом. Поэтому давайте еще на крючок накинем пару резинок для другого глаза. Один, два, три, четыре. И еще одну черную берем. Один, два, три, четыре. И вот два глаза у нас с вами есть. Теперь их нам нужно скинуть на резиночку зеленого цвета. Берем, придерживаю мизинцем и натягивая все эти обороты, я стараюсь скинуть их на зеленую резинку. Можно по одному обороту скидывать, можно сразу все зацепить и вот так опустить. Эту резинку нам нужно накинуть на третьи столбики, если считать сверху. Справа на третий столбик мы накинули и слева тоже накидываем на третий столбик. Сами глаза нам нужно разделить по сторонам. То есть с помощью крючка мы его заводим в середину и глаза по сторонам так раскидываем. Резиночка эта у нас, на которой накинуты глаза, двойная. Нам нужно взять одну часть этой резинки и зацепить крючком. Сейчас я еще раз разделю. Зацепляем одну часть и накидываем ее на впереди идущий столбик. Получается вот так. Теперь нам нужно накинуть резинки, которые у нас будут идти поперек станка, для того, чтобы тело, голова были более плотными и не расходились друг от друга. Сначала возьмем одну резинку черного цвета, скрутим ее на пальцах в два оборота и накинем ее на первые столбики, если считать сверху. Натягиваем и накидываем вот здесь. Это даст нам более плотную голову. Чуть ниже мы с вами накинем уже зеленые резинки, но возьмем их не одну, как здесь, а две. Две резиночки и накидываем их треугольником. Вот так. Здесь у нас получается просто линией накинуто, а здесь треугольником. Далее у нас идут столбики, на которых накинуты глаза, но на эти столбики нам тоже нужно накинуть зеленые резинки треугольниками. И делаем мы это для того, чтобы глаза у нас были только на одной стороне. Вот здесь, видите, на лицевой стороне есть глаза, а сзади глаза не высовываются. И именно для этого мы с вами пару резинок еще сверху глаз накидываем. Далее опять берем две салатовых резинки и накидываем еще чуть ниже, потому что у нас там тоже идет голова. Далее идет футболка, поэтому переходим к резинкам голубого цвета. Берем их тоже парами, накидываем одну пару, берем еще пару, накидываем ниже, берем еще пару, накидываем еще чуть ниже. А теперь можно уже перейти к резинкам синего цвета, потому что у нас идут далее штаны. Берем тоже две штучки и накидываем их раз в треугольник, берем еще две, накидываем два треугольник, и берем еще две и накидываем три треугольник. Но здесь треугольник нам нужно сделать не как мы здесь сделали, а таким образом, чтобы резинка проходила вот за этим столбиком. Поэтому мы с вами берем все эти резиночки, натягиваем и закидываем их вот за этот столбик. И получается у нас резинка вот там сзади проходит. Отлично. Теперь самое время накинуть руки. Плечи у нас находятся вот здесь, и именно к плечам руки нужно накинуть. Берем сначала одну руку, здесь четыре петельки у нее, и эти четыре петельки нам нужно накинуть на угловой столбик. С левой стороны натягиваем все и все-все накидываем, чтобы ни одна не прошла у нас мимо. Накинули здесь. С правой стороны накидываем точно так же руку, все четыре петли мы с вами накидываем сюда. Готово. Можно немножко эти руки выровнять. И теперь давайте плести. Ничего сложного в плетении здесь нет. Нам нужно сначала вперед просто согнать резинки левого ряда, потом вперед согнать резинки правого ряда, и потом центр. Сначала мы с вами заводим крючок внутрь последнего столбика и отодвигаем черные резинки, которые на нем накинуты. Изнутри захватываем пару синих резинок и накидываем их на впереди идущий столбик. Далее здесь изнутри захватываем пару, накидываем на впереди идущий столбик. Далее опять пара идет вперед. Вот здесь нам нужно тыльной стороной крючка отодвинуть треугольную резинку, изнутри захватить пару и накинуть на впереди идущий столбик. Здесь тоже отодвигаем треугольную, пару гоним вперед, отодвигаем треугольную, пару гоним вперед. Уже мы до голубых резинок дошли. Здесь опять пару отодвигаем треугольных И гоним пару вперед, которые находятся внизу. Здесь опять точно так же. Теперь нам нужно быть очень внимательными, потому что резинок на этом столбике много. И нам нужно захватить салатовые резинки, они находятся в самом низу. Захватываем их и накидываем на впереди идущий столбик. Опять отодвигаем треугольную вперед, отодвигаем треугольную изнутри пару, захватываем, гоним вперед. И, наконец, остались черные резинки цвета волос, мы их с вами тоже вперед гоним. По правому ряду делаем точно так же. Изнутри захватываем синие, накидываем вперед, далее опять синие вперед. И, наконец, нам осталось третий центральный ряд вперед согнать. Здесь все гораздо проще, чем на правом и левом ряду. Здесь мы просто берем пару резинок, накидываем вперед. Изнутри пару захватываем, накидываем вперед. Изнутри захватываем пару, накидываем вперед. А удобнее тем, по сравнению с левым и правым рядом, что тыльной стороной крючка здесь нам ничего не нужно отводить. Мы просто изнутри пары резинок захватываем и гоним вперед. Здесь обратите внимание, чтобы глаза у вас именно по бокам были расположены, а чтобы зеленая резинка шла по центру. А вот здесь нам нужно отодвинуть ту резиночку, которая глазной является. Изнутри захватить пару салатовых, накинуть вперед. И, наконец, последняя черная пара резинок накидывается вперед. Теперь мы с вами должны закрепить вот здесь, с помощью черных резинок, петли, чтобы у нас не распустился наш зомби, когда мы снимем его со станка. Берем одну резинку, засовываем крючок внутрь, накидываем ее сюда и обязательно натяните. Когда вы резинку натягиваете, то вам получается легче ее вытянуть сверху. А если она не натянется, то она может слететь с крючка. И теперь делаем петельку. Для этого одну часть резинки натягиваем, а вторую часть пропускаем сквозь нее. Петля у нас готова и затягиваем ее. С правой стороны поступаем точно так же. Берем одну резинку черного цвета, изнутри заводим крючок через все резинки, накидываем черную, натягиваем ее обязательно и выводим сверху. Вторую часть накидываем на крючок и выводим вот в эту петлю. Затягиваем. А по центру я предлагаю накинуть не одну резинку, а две резинки, потому что этот зомби у нас будет брелком, будет висеть у нас на карабине и чтобы он крепче висел, я предлагаю именно две резинки и использовать. Берем изнутри, заводим крючок, накидываем две резинки, высовываем их отсюда и делаем петлю. Две резинки пропускаем внутрь двух петелек одной и той же резинки. Одной и той же пары резинок. Готово. Вот такая у нас получилась петелька. И ее я предлагаю удлинить. Для этого возьму еще две черных резинки, засуну крючок внутрь этих петелек, накину на крючок пару, продену ее сквозь две петли. И теперь с той резинки, которая у меня сейчас на крючке, мы с вами тоже петлю сделаем. Пропускаем пару внутри самой же этой пары и затягиваем. У нас получилась более длинная такая висюлька. И мы с вами давайте теперь снимать уже нашего зомби со станка. Лучше всего это делать с помощью крючка. Я делаю это так. Изнутри просто захватываю все резинки, которые лежат на том или ином столбике. И постепенно вперед гоню, снимая с каждого столбика резинки. Теперь глаза нам нужно расположить на нужном месте. Рубашка, я посмотрел, я сам в Майнкрафт не играю, но посмотрел на картинках и увидел, что рубашка вылезает именно с правой стороны. И поэтому мы там, где рубашка находится с правой стороны, та часть у нас будет лицевой. И поэтому мы с вами давайте глаза сюда на лицевую сторону выправим. Вот, чтобы они именно здесь были. Теперь нам нужно петли, которые находятся слева и справа, куда-нибудь вплести. Я предлагаю это на изнаночной стороне сделать. Завожу крючок внутрь черных петель, захватываю ту, которую нам нужно вплести, и внутрь просто ее сюда провожу. Так. И другую петлю, которая с другой стороны находится, я ее точно так же сейчас буду вплетать. Завожу крючок в любые несколько петелек. Накидываю на него черную, которую убираем и заводим внутрь. Так. Отлично. А сюда нам нужно повесить карабинчик. Я приготовил его такого же цвета, как и цвет тела нашего зомби. Проводим в дырочку карабина те петли, которые у нас по центру находятся. Раз. Натягиваем эти петли, расширяя их, и засовываем карабин внутрь этой пары резиночек. Затягиваем. И вот у нас есть готовая фигурка для того, чтобы повесить в машину, например, на зеркало, или к портфелю прицепить, или просто использовать как брелок. Если хотите, вы можете немножко руки вперед направить. Для этого просто вот так резинки нужно немножко растянуть. И тогда руки будут уже находиться впереди. И более живая фигурка получается. Ну что ж, наш урок закончен. Я надеюсь, он вам понравился, и вы сделаете себе такого же зомби. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, и пишите в комментариях, какого героя из игры Майнкрафт вы хотели бы, чтобы я сплел. Пока!